Слава нашему Господу, что Он вчера и сегодня в руки тоже неизменен, Господь Всемогущий. Я бы хотел сегодня вместе с вами порассуждать над некоторыми моментами, которые уже были напомнены сегодня Пятой Матфея. Блаженны, блаженны, блаженны. И вот давайте один такой момент. Я возьму, сейчас это и хочу, именно вот это блаженство перечислить, то есть вникнуть его, насколько мы услышали. Блаженны нищие духом. Ибо их есть, не будет, а есть. Почему сегодня мы так боимся вот этих слухов о войнах, о ужасах, о всем том, что ожидает землю? Потому что мы не блаженны, потому что мы не нищие духом. Мы имеем в себе понятие убеждения в том, что мы что-то уже заслужили, какой-то стаж, какое-то понимание, какое-то знание. Блаженны нищие духом. Я думаю, что многие из христиан, не задумываясь, это место Писания прочитываем, ну, нищие, нищие духом. А что такое нищие? Нищие – это много людей нищих, особо сейчас просящих. Много сегодня людей нищих, которые с протянутой рукой просят о помощи. Сегодня много есть поддельных людей, которые играют роль нищих, но они не нищие. И не боятся Бога, они садятся в инвалиды, коляске, и как будто нищие, они просят денег. Есть это сегодня. Они не знают то, что придется, их жатва будет в этом. Но я бы хотел сегодня именно с этого начать. Кто я сегодня – нищий? Блаженный. Я хочу немножко затронуть сегодня, коснуться времени, в котором мы живем. Как Христос поступить? Итак, борьствуйте, Матфея, 25 глава, 14 сих. Ибо он поступит так, поступит как человек, который отправился в чужую страну, призвал рабов своих, рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал на пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе. И тотчас отправился. Я думаю, все вы это знаете. Но заметьте, я сегодня хочу обратить внимание не то, что таланты, но он говорит, поступить как человек, который отправляется в чужую страну, призвал рабов своих, поручил им имение свое. Что имею, то даю. Помните этот момент? Дал имение – это имение о благодати Божьей, милости Божьей, силе Божьей, власти Божьей, как сын, ибо он сказал, почему я говорю это, «Дела, которые я твору, вы больше с них сотворите». Вот оно, имение свое дал им, на время, когда оставил. Вот оно то, что блаженные нищие духом, ибо их есть царство. Откуда вас ссори, распри, разногласия, неприя, суета, клевета, осуждения? Оттуда – это то, что мы потеряли общение со Христом, мы потеряли с Ним тесный контакт. И мы сегодня чувствуем, что мы ничего не знаем, мы ничего не имеем, и мы боимся блаженной нищей духом. Я где-то просматриваюсь и смотрю из себя, где-то ты самоуверен, где-то твоя собственная святость, где-то сработал твой стаж, где-то сработало то, насколько ты уже читал Библию, знаешь, но не исполняешь и не живешь. Об этом я не думаю и ни разу не задумался. И поэтому Бог предупреждает сегодня – блаженный нищие духом. Нищие – постоянно нуждающие, постоянно видят себя нищим, не сидящего, себя нищим духом. Нуждаешься в Боге, в Его присутствии, в Его помазании. И Он призвал и поручил им имение свое. И Бог сказал, есть одно место, «Чего не дал я вам?» Чего и не дал я вам? Дал имение свое, дал силу, дал власть, дал помазание. А чего ты такой, Вася? Бо ты и не нищий духом. Ты в своей святости, ты в своей святости, ты в своих взглядах, ты в своем мнении, ты в своем убеждении, ты видишь себя праведным. А если ты будешь нуждаться во мне постоянно, ты постоянно будешь видеть себя, что тебе мало, мало и мало. Ты хочешь больше силы, больше помазания, больше радости и будущей мечтой, пекая силы в силу. И любовь изливается Духом Святым. Я просто забежал в одну тему, которую я еще не говорил. Это тема, которую сейчас я затронул, поручил. Это о взятии в скором пришествии Христа за церковью и в скором взятии церкви от земли. И знаете, эти дни, вчера особо, я смотрю на себя. Жизнь в Бога. И как слышал вчера одну проповедь одного брата, который проповедовал и сказал такие слова, жизнь как пар. Что такое жизнь как пар? Как дуновение. Не стало его. Я думаю, да, Господи, 23-й год для нас начался нелегким. Болезни за болезнями. И Бог, что сказал? А вы нищие духом. А вы нуждаетесь во мне. А вы нуждались во мне. А как вы просили, переходя в Новый год? С каком постом? Какой молитвой? С каким желанием? С каким освящением? С каким? Вы не рассказали, вы не разгрузились, вы не освободились, вы не очистились, вы не примирились ни с Богом, ни с друг другом и переступили порог. И я люблю. И я начинаю говорить, потому что люблю. И я буду говорить. Я же сказал, что в мгновение ока изменится мировая обстановка. И очень скоро. Мы не думаем, мы не желаем. Но сегодня у меня тема, которую я, по-моему, я еще ее так говорил, но не так глубоко, как сегодня, насколько я смогу. Я раньше говорил, роль Духа Святого на земле или значение роли Духа Святого на земле. А теперь я хочу сказать, как действует Дух Святой на земле сегодня. Люди привыкли и считаю, что Дух Святой гладить. Вы хорошенькие, вы по благодати, вы спасены, нельзя так строго обличать, надо любовь, надо любовь. Я вспоминаю, была встреча у меня в общении с Николаем покойной вечности Крукаевым, и была у нас такая ситуация. И когда пришли две сестры, ну, на них как посмотреть, ну, это ортодокси христианки, богобоязанные, они только переступили порог мать, дочь, где-то 18-20 лет, я точно уже не помню, и ее родная сестра, этой матери. И они только переступили подвязанные, все порядку. И сразу на языках. Этот Николай, как схватился, с такой властью, повещенным голосом, именем Иисуса Христа без запрещания, я его за руку, Коля, что ты делаешь? Как-то с любовью, ведь можно ударить. Да это же бесы говорят, ты что, не видишь? Видите, мы порой думаем, что Дух Святой должен, а вот его сила Духа Святого, исполненный Духа Святого, имени Весу Христа запрещаю бесы говорить. А нам, вау, вот это сказал, вот это же ранил, это же убил людей, а не на языках, а он говорит бесы. А настоящие, то были бесы. Когда стали, он сейчас посмотришь, и я видел, как ты, когда ты зашел, а он 38 лет уже говорит на языках, в этом фраме, в этой семье, и в этой матери. Вот и нам левее, но нельзя так, нельзя так. В одном месте мы беседовали, и одна служитель говорит, братья, ну я вас прошу, помогите, ведь она, она грозится, что она покончена, она уйдет, и то сделать, и то, ну как-то с любовью. Николай, я очень рад, что эти последние дни его жизни, мне пришлось быть с ним еще тоже вместе, и увидеть, и поучиться много этой твердости, запомнить, вот это действие Святого Духа. И просветитель говорит, мило так, как уйдет из дому, и нету, и хорошо, вот тебе Бог послал, послал, говорит, тебя, ну снова исчезла, снова нету, там братья пошли искать, просят, и муж, и просветитель просят, ну вернись домой, ну верни к семье, а он сказал, а я не пойду, я с вами, мне с вами не по пути, а я буду молиться. за сатаною бегать не буду, как она, ну как же, нет, а я буду молиться, как стемнеет, придет, она вас водит всех, сатана смеется над вами, что вы на Бога не уповаете, а где сила и власть Святого Духа, а где поразание Святого Духа, связать эту необузданную, чтобы не бегала по лесам, и вис на ней по лесам, а чтобы она пришла к покаянию, потеряно, нищие духом, не стало силой и власти, он дал им, когда уходил, сказал, что имение, поручил им имение свое, пользуйтесь им, пользуйтесь, живите и употребляйте, я поручил вам, я дал вам, он сказал, мне написано, поручил им, видите, это поручение Божие, Сына Божьего, и вы знаете, что, когда она пришла тихоньку и там спряталась, а он сказал, идите и ищите там и там, и сказал, где? Пришли точно, что она там, ведите ее сюда, проявили, он говорит, что ты бегаешь, что ты прячешься, а что ты не сидела там до утра, в том лесу, а я боюсь, боись, братья, учитесь, вот она, власть, действие Святого Духа, вы должны видеть, вы должны иметь, я поручил вам имение свое, я поручил вам имение свое, а вы боитесь, а вы боитесь, и когда он с ней поговорил, как это случилось, когда и сколько лет, понимаете, что это и есть то, что действует Дух Святой, когда мы не понимаем, когда проповедники проповедуют и очень строго Дух Святой к нам обращается, «О, это больно, это режет по нашим ушам, это очень резко, нельзя так!» И знаете, я бы хотел сегодня прочитать некоторые моменты, и я хотел бы узнать, каково вы мнение об этом. Деяние Апостола, 12 глава. Когда Петро, ученик Иисуса Христа, и он был в томнице, между тем, церковь прилежно молилась, но и как ангел Господень был там. И написано, что, смотрите, что, «Ибо вдруг ангел Господень поразил кого? Это Ирода. За то, что он, а он посадил Петра в темницу, а Петро, был исполнен, и Духа и Святого, говорил слово». Я потом дальше прочитаю. Но я хочу сегодня зачитать этот момент, 13 главу Деяния Апостолов из 9 стиха и ниже. Даже 4. «Тогда они совершил после молитву, возложили на них руки и отпустили их. Сие, быв посланы Духом Святым, пришли в Силвекию, а оттуда отплыл Кипр. «Но Сав он же и Павел исполнившись » это 9 стих, «Духа Святого» смотрите, как говорит проповедь, «исполнившись Духа Святого, устремив на него взор». На кого? На того, перед кем он стоит, не на народ. и сказал, «О, исполненный всякого коварства и всякого злодействия, сын дьявола!» Он прямо смотрел ему. «Сын дьявола!» «Что ты делаешь, Павел? Как ты не боишься? В синагоге говорит такие вещи? Он же исполнившись Духа Святого, устреми на него взор, сказал, «О, исполненный всякого коварства, всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца, и до времени и вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого». послушайте, мы можем это увидеть там, то, что это и человек помазанный Духом Святым, и как он конкретно, откровенно и резко говорит о том, что есть. «Тогда прикоснулся и увидел Прошедшее уверовал и, девясь учению Господню, отплыл из Павла Павла и, бывшую в нем прибылью в Перью. Бог показывает, когда исполнившись Святого Духа, люди, мужья Божьи, помазанные Богом и Духом Святым, говорят слово от Господа». А сейчас третья глава Деяния Апостола. Вы знаете, когда они третья глава, это о том, идет, что Апостол Петро и Аншель шли вместе в храм в час молитвы девятой, и был человек хромой, шреем матери, которого носили и сажали каждый день, не раз в воскресенье, но, заметьте, каждый день, при дверях храма, называемой Красными, просить милостей у входа в храм. Он увидел Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милости. Я говорил эту тему, уже на эту тему я останавливался на эти местами писания, но Петр с Иоанном, смотревшись с него, заметьте, не посмотревшись на него, как часто мы можем посмотреть на человека, всмотревшись этого внутрь, глянуть, что в человеке, в него сказали, взгляни на нас. Вот это то, что мы сегодня слышали, если мы свет и тьма, то какая-то тьма. Можем ли мы сегодня сказать людям, нуждающимся, взгляни на нас. Взгляни на нас. Вот почему, как и мы сегодня собрались и слышим вот это самое начало, вот эта тема идет, вникнуть в себя. «Я сегодня блажен, нуждающийся, нищий, радующийся, или я сегодня обиженный, обижена, не так посмотрели, не так сказали?» Взгляни на нас. Он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Я просто чуть-чуть повторюсь в этом. Он посмотрел на них, надеясь получить от них какое-то серебро, золото, какую-то монету. «Но пёс сказал, серебра и золота нет у меня, что имею, то даю тебя. Во имя Иисуса Христа на заре я встань и ходи, пользуйтесь моим, что я оставил». Вот она. Мы очень здесь внимательны будем. «Призвал рабов своих и поручил им имение своё, им пользоваться». Вот человек, муж Божий пользуется. «Серебра и золота нет у меня, а что имею? Я имею от Отца моего, который оставил нас на земле, уходя от всей земли. Власть, силу, помазание. И это не я, а он во имя Иисуса Христа встань и ходи. Вот что я имею. имя Иисуса Христа, Сына Божьего, его силу, его власть, его помазание, его поручение. Я имею и я пользуюсь». Скажите, я первый. И знаете, когда я сегодня читал это место, я думал, «Господи, а мне даже трудно вспомнить тот момент, когда я пользовался этим моментом, как Пёт, что имею, то даю». Трудно. Почему? Потому что мы привыкли по-другому. Привыкли по-другому. И сегодня у нас такое состояние, плачевное состояние, пассивное состояние, нерадивое состояние. Хочу, читаю, хочу, не читаю. хочу служение, хочу не, иду в служение. А и зачем отвыкли от этого уже? И взяв его за правую руку, поднял. Тот скочил, начал ходить, пошел и вошел с ними в храм, ходя и скоча хваля Бога. Весь народ видел это, ходящим, хвалящим Бога, и узнали, что это был тот, который сидел у красных дверей храма. И что просил милости? Исполнились радости, ликования, торжества. Да, тут-то было. Исполнились, они привыкли спокойно в храме. Никто не нарушал покоя, регламент, служение, прочитали и все, как сегодня, чтобы никто не беспокоил, чтобы не было, как я слышал, но пастора сказал, вы молитесь, плачете дома, а в церкви должна быть чинность, порядок, если войдут просто люди, чтобы они не соблазнились. И часто говорят, когда на языках и там плачете, кричите, соблазнились, так написано. Да, так написано. Но вы читайте, что еще написано про учениках, когда тот проповедовал, исполнившись святого духа, и он говорил резко, конкретно, и покаялась три тысячи, пять тысяч человек. Никто не соблазнился, а у нас уже соблазняется. Вот к чему мы пришли. К какому падению, богоотступлению, что же дух святой людей пугает, отталкивает. Действие духа святого, помазание духа святого пугает людей. Это обманщики, это лжицы, это богоотступники, потерявшие помазание святого духа, прикрывая свое отступление. Этими местами писания. Церковь должна быть движима и вводима духом святым. Если там нет движения, если нет жизни, если нет обрешения, если нет покаяния, эта церковь мертва. И там нет жизни и действий святого духа. И дальше они вошли в храм эти, что испугались, ужаснулись, исполнили ужаса и изумления от случившейся с ним. И как истеленный храмой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним притвор называемый Соломону. Увидев это, просто сказал народу, мужи израильские, что вы дивитесь ему или что смотрите на нас, как будто мы своей силою и благочестием сделали то, что он ходит. Бог Авраама Исаака Якова, Бог Отцов наших прославил Сына Своего Иисуса, которого вы распяли. Видите, как действует Дух Святой? Видите роль Святого Духа? Видите, как ленеет Дух Святой? А мы привыкли, не обличи, строго них барабари со мной, с любовью, нельзя, что меня толкнуть, надо гладить, надо ласкать. А он говорит, Бог Авраама Исаака Якова, Бог Отцов наших прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отрехлись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы, вы, сидящие здесь, вы, проводящие в храме служение, службу, вы, от святого и праведного отреклись богу отступники, падшие, ничего общего с Богом не имеющие, а убийцы Сына Божьего. Вот они, сегодняшние уставы, конституции, регламенты, вот оно, порядки навели так, что Дух Святой замолчал, действия не стало, благодати не стало, упорядочили так, что вообще Духа Святого вытеснит цепей. О какой роли может быть речь? Попробуй там, попробуй. Я помню, когда в штате Орегонии приехал из Украины госп проповедник Иисус суд, и в проповании пошло откровение, и пастырь поддал хор петь заглушить это откровение. Я потом сказал, брат, езжай в Украину там, прочее, мы все тут знаем без тебя. Вот оно, богоотступничество. Вот оно, бояться действия Святого Духа, бояться, чтобы Дух Святой открывал, раскрывал, и чтобы леникай. Все хорошо, мы спасены, мы спасены, Бог есть любовь. Однажды покаянся, кальвинизм вошел уже к десятничеству, и мы спасены, Бог не такой строгий. Как мы думаем. А вот он говорит, исполнивший Духа Святого. Вы предали Бога Авраама, Исаака, Якова, Бога Отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы предали, и от Которого отреклись при лицом Палата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека убийцу. А начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели, и ради веры во имя его. Имя укрепляло его, которое вы видите и знаете, и вера, которая от него даровала ему исцеление перед всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это неповеденью, это по неведенью. Бог же предвозвестил устами своих пророков пострадать сыну так и исполнен. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Скажите, что здесь неправильно сказал Петр? И когда он говорил к народу и приступили священники и начальники стражи при храме и садукеи, досадуя, вот оно сегодняшнее пятидесятничество, вот оно сегодняшнее союз и объединение, что он и делает, к чему привели народ и наложили на них руки, но они не радовались, а досадуя, негодовали, и это не по-ихнему, это нарушение дисциплины, порядка и уставов их, бо они отступники, они потеряли помазание, они не имеют помазания, они боятся, чтобы действовал Дух Святой, они боятся, чтобы благодать Святого Духа открывал, действовал, изобличал и покаялся, ведь сегодня в это последнее время, это время благодати, Бог дал время, сказал, труби, не останавливайся, а говори, ибо я дал время осветиться народу и примириться с Богом, покарив своих грехах, отступники, безбожники, ибо я отец, который люблю всех, и отступников, я желаю возвращения их, чтобы мы потом не слышали, что такие великие мужья и жизнь покончили не так, это опасно, это результат, это Бог говорит, показывает, что нам нужен Иисус, не авторитеты, не лидеры, не объединения, не союзы, нам нужен Иисус, нам нужно Слово Божие, нам нужно исполнить благодать Духа Святого и исполнить заповеди Божии и поступать по Слову, вот что нужно народу, осветись народ, очистись народ, приготовься народ, почему? Бог видит, что он скоро идет, а нет, а сегодня где вы слышите такие проповеди, сегодня, чтобы говорили мужи Божьи, вознявшие руки к небу и говорили, и вся церковь Аминь сказала, осветись народ, оставай это, и мир вошел в церкви, мир вошел в церкви, и посмотрите, как он вошел, сегодня люди ходят в церковь полунагие, сегодня разукрашенные, сегодня обцепленные, расцепленные, я не говорю о том, что это сегодня ну такое в стране мы живем, нет, это мы пришли к такому подчиму состоянию, чтобы сегодня обвешались и на ушах, и на шеях, к чьями раби и в носу тот нас присвоил нам это, что мы предложим ему, вот что сегодня в церквах, но служители, наемники, смотрите, что-то церковь уважает пастора, это хорошая церковь, хорошая, но скажите, есть ли там действия Святого Духа, мы понимаем, действия Духа Святого, это эмоционально, группа прославления, сейчас будут петь, сейчас будет, ветра нет, они их, гайдаи, падают, ликуют, торжествуют, а покаяния нет, найдите мне в Библии, где была радость без покаяния, найдите мне в Библии и в Новом, Старом Завете, где было общение с Богом и сияние слави Божьей без покаяния, когда Моисей, если вы говорите, что вы исполнены Духа Святого, что вы в Боге и Бог с вами, когда Моисей находился на горе с Богом, когда он спускался вниз, то не моли, смотреть на его лицо, оно сияло, а как же мы общаемся так, что на нас весь мир липнет, все моды липнут, краски, украшения, поведение, бесовская музыка, харизоматия, рок-музыка, церкве, и не говорил, что с нами Бог, нет там Бога, там дьявол во главе, обворовал церковь и ведет ее обольщенную, обманутую, обнаженную, без помазания Святого Духа, потому что, так написано, будет служить Господу без развлечений, будут славить Господа исполнившись Святого Духа, славить, а мы прославляем Бога, а Христос на нас смотреть не может, говорить, я смотрю, как они гневлят лице моё, как гневлят лице моё, и Господь сказал, самая христианская, как бы мы часто говорим так, вы говорите, христианская страна Украина, почему с ней так, несправедливо, справедливо, да, она была христианская, да, оттуда вышло много помазанников, служителей, много было верных, которые дали жизнь свою, ушли, и холмиков их не знает никто, где даже букет цветов положить, но сегодня в этой Украине понастроили молитвенных храмов таких, что там дым, огонь, беснуется, а Бог смотрел и сказал, хватит, хватит, за Богу отступление, за то, что извратили здравое и налочное учение, продали за деньги, приняли чуждый огонь, чуждую славу, я буду говорить с народом, с землёю, с краною, я бы хотел сказать, что страна страдает за христиан, Богу отступление, и это будет и здесь, если мы не покаемся, если мы не задумаемся, но если бы ты знал, сколько осталось времени быть народу моему на земле, ты бы день и ночь кричал бы, вопиял бы, как скоро, многие будут кричать, и как Господь сказал, будешь горько-горько рыдать, его пить ко мне, помилуй, помилуй, но будет поздно, а вот сегодня день покаяния, сколько отступили от меня, сколько заменили истину ложью, сколько променяли, на сладость греха, общение с Богом, и помазание Святым Духом, не хотят служить мне, потерянный страх, с некоторыми я говорю, через болезни, и буду говорить, чтобы спаси, спаси, ибо я сказал, дети, отступники, я люблю вас, вы дети, и я жду вас, и я нуждаюсь, чтобы сегодня спасти, каждую угнанную возвратить, я хочу, и я стучу, а ты не хочешь идти трубить, потому что тебя за это ненавидят, иди, и еще больше буду вставать, и еще больше буду гнать, а ты иди и говори, ибо времени осталось очень, очень мало, и Господь сказал, если даже, пусть поднимется весь мир против тебя, знай, что вскоре, и очень скоро, от этого не поменяется ничего, но если не покаять народ, и не святиться, то очень скоро, это время благодати закончится, закончится, и я проведу свою церковь через огонь, я проведу своих сыновей и дочерей через огонь, и это они воспоют скоро с ангелами, которые придут со мной на землю, и встреча будет, победную песню воспоют, а те не смогут, чтобы не сказали, что мне были предупреждены, иди и говори, поэтому здесь Петр, он так смело, конкретно, говорил, Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог Отцом Нашим, прославил Сына Своя Иисуса, Которого вы предали, от Которого отреклись, предил сам Пилата, когда он полагал освободить его, а я не отрекся от Него, а я не отреклась от Него, своим характером, своими поведениями, не сделал ли этого? Давайте задумаемся мне над этим. Когда Петр, исполнившись Духа Святого, заметьте, сказал им, начальники народа, старейшины Израиля, израильские, если от нас сегодня требует ответа, благодеяние человеку, немощному, как он исцелен, тогда будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, вот оно, то местописание, где он сказал «и поручил им имение свое». Дорогие мои, как важно сегодня покаяться в том, что я поручено имение Твое не использую не только для народа в служении, но сам для себя и своей семьи. Вот какой я послушный и верный раб, вот и оставил рабов своих и поручил им и поручил имение свое, пользуйтесь. Господи, какой же я раб, негодный раб, не пользуюсь, не использую это, а кричу, Господи, помоги, исцели, ты Бог Авраама, Исаака, Яков, Радь и Сцелитель. Я сказал «пользуйтесь имением, если вы раби мои». Вот и раб я. Я увидел себя, какой я раб. Имени Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. Он из камень пренебрежаемый пренебрежаемый вами, жиждущими, но сделавшись главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под немом данного человека, которым надлежало бы вам спастись. Сегодня к стыду нашему, наши братья, я не говорю за православных или там католиков, я не о них, хотя все мы пренебрежаем Божьим, народ Божий, и Бог любит и хочет спасти каждого, и творение Божие. Нет другого имени под небом. Он есть камень пренебрежаемый, жиждущий нос, сделавший головой угла, и нет другого имени под небом данного человека, которым надлежало бы нам спастись, видя смелость Петра. Иоанна, и приметив, что они люди не книжные, простые, не ученые, речь не сложная, как сегодня, ну, нет, не законный, не дипломный, не доктор богословия, ну, не лелеет, не важный, а он исполнен Духом Святым, а Дух Святой говорит конкретно, ясно, а нам мы привыкли к сложенной речи, лесной речи, они видели, что это люди не книжные, простые, они удивлялись, между тем узнавали, узнавали их, что они были с Иисусом, видя же, исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки, и приказали им выйти вон, из Санедриона, рассуждали между собой, говорили, что нам делать с этими людьми, ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что им сделано явное чудо, и мы не можем опровергнуть его, но, чтобы боли не разлагалась эта пародия, и с грозою запротив им, чтобы они не говорили об имени всем никому из людей, и, призвав их, приказали им отнюдь не говорить, не учить от имени Иисуса, но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более нежели Бога. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Они же, прегрозив, отпустили их, и не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшие. Видите, здесь говорится о том, что Петр был исполнен Духа Святого и говорил это слово. Я бы хотел, чтобы сегодня еще услышать одно слово одного из мужей Божьих. Я буду выборочно читать на некоторые моменты. Это тоже муж Божий предстоял перед предсвященниками это Стефан. Тогда сказали предсвященники, так ли это, он сказал, мужи, братья и отцы, послушайте, Бог слави явился отцу нашему Аврааму у Месопитамии, прежде переселения в Хоран, и сказал ему, выйди из земли твоей, родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую я покажу тебе. Тогда он вышел из земли Халдейской и поселился в Хоране, а оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете, и не дал ему на ней наследство, ни на стопу ноги, а обещал дать его владение ему, а потомство его, по владению ему и потомству его, по нем, когда еще был он бездетен, и сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле, и будут порабощены, притеснены лет четыреста, но я сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на всем месте, и дал ему завет обрезания, и избавил его от всех скорбей, его, и даровал мудрость ему, и благовеление цара египетского фараона, который поставил его начальником над Египтом, и над всем домом своим, и пришел голод, и великая скорбь на всю землю египетскую, и в Хананскую, и отцы его наши, и отцы наши не находили пропитания, Яков услышал, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших первый раз. Эта история всем известна, я буду пропускаю дальше, это говорит Сихван в Синодрионе. По исполнении сорока лет явился ему в пустыне горы Сынаи, ангел Господень в пламени гравщего тернового куста. Моисей увидел, удивился в видении, когда находился, подходил, посмотрел, был к нему глаз Господень, я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Яков. Моисей объятый трепетом не смел смотреть и сказал ему Господь, сними и сказал ему Господь, сними обувь ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Но всемогущий нерукотворенный храмах живет, как говорит пророк, небо престол мой и земля подножия ног моих, какой дом сожижите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего, не моя ли рука сотворила все сие, жестоковийные люди, с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому. Слышите? Как действует, как говорит Дух Святой? Не гладит, а конкретно потому, что любит. Как отцы ваши, так и вы, кого из пророков не гнали отцы ваши, они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы, вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили, слушая сие, они рвались сердцем своим и скрижетали на него зубами. Стихван же, будучи исполнен Духом Святом, не написано, что обиды или гнева на этот Дух Святой исполнил и через его уста говорил Бог. А мы часто понимаем, что это проповедник или служитель в неудожном состоянии, так резко, конкретно, и идет речь об лечении для нас. Мы не понимаем того, что это Божья любовь, он увидел нечто во мне, то, что он говорит сегодня. Стихван же, будучи исполнен Духом Святом, возрыв на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего десною Бога. И сказал, вот я вижу небеса, отверстие Сына Человеческого, стоящего десною Бога. Они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него и, выведя его за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши имени Саула и побывали камнями Стихвана, который молился и говорил, Господи Иисусе, прими Дух Мой. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом, Господи, не умени им греха сего, и сказав Сие, почил. Это видим также помазанника Божьего, который говорил о том, что конкретно, чтобы отцы покаялись. Вы принимали это служение, отцы ваши, прислужение ангелов, но все это оставили, все это потеряли. И ангелу в Сардисской церкви напиши, так, говорит, имеешь и семь духов, и семь звезд, знаю твои дела. Ты выносишь имя, будто жив, но ты мертв. Борствуй, утверждай прочее близко к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал храни и покайся. И ангелу Сардисской церкви напиши, что ты принял и слышал храни и покайся. А мы давайте вспомним, что мы говорили при погружении в воду. Заключение завета служить ему доброй и чистой совести. Вот давайте с этого начнем сейчас наше освящение. Сейчас мы идем к молитве, будем идти к молитве. Давайте мы, чтобы не думать, а в чем мне кается, а с этого. Моя добрая чистая совесть перед Отцом, я служу ему с преданным сердцем, я исполню первую заповедь, каждый день я ищу его, мне недостает его, каждый день я нищий и нищий нуждаюсь и нуждаюсь Духом, Духом Святым, помазанием Святого Духа. Я нищий, нища или нет? Давайте мы задумаемся над этом. Он говорит, впрочем, у тебя с родителями есть несколько человек, которые не оскорили одежды своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойные. И вот так, знаете, как это важно, когда я сегодня это место читал, я думал, Господи, я плакал, прозрел, Господи, помоги оказаться в тех нескольких, не осквернивших одежды своей, беспечием, равнодушием, неверием, сомнением, своей святостью, гордостью, характером, надмением, не огорчать тебя, не лишиться вечности. Побеждающий облечется в белой одежде. Вот и ответ. Хочешь был бы в белых одеждах, побеждающим мой белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его предотцом и ангелами его. Когда мы будем побеждающими, и посмотрели, что сегодня происходит, люди, которые не могут победить своего «я», гордости, взглядов, понятий. Вот я смотрю сегодня, и буквально позавчера позвонила одна семья, то есть отец позвонил, сын, у него сыну уже 47 лет, и он так сел на компьютерные игры, что и работы лишился, и всего лишился, и дети голодают, и все, он ничего не может, ни Библию, не читает, не молится, ничего не надо, сатана занял. Мало того, мало того, он говорит, решил не есть, и уже не есть сутки, вторые, и говорит, сегодня уже пятнадцатые сутки, он не берет пищи, а чего? А мне говорит, мой, которому я принадлежу, сказал, а не говорит, кто? Чтобы я перешел в большую силу, я должен побить пояс, понятно, с голодом врешь, вот и все, что он придумал, он больше ничего у него, и уже одни шкуры, батька, кажи, кости, вот чего приводит, и сегодня, только за эту неделю у меня было таких звонков, что, вы знаете, я их не считаю, но больше десяти точно, которые тревога, компьютерные игры, компьютерные игры, сатана занял, а один мальчик, говорит, ему пятнадцать лет, он говорит, я клыкнул, я даже не знал, я выигровал, 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 а потом говорит, нажми эту кнопку, что ты мой, и я тебе буду всегда давать выиграешь, он говорит, я так дал, и все, и все, это страшно, что сегодня она придумала, мы даже не думаем, насколько это серьезно, насколько это опасно, это он знает, что сегодня пришествие Сына Божьего вот-вот скоро, и он сегодня отбирает жажду читать, молиться, искать Господа, правоословие, побеждающий облечется в белой одежде, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его предотцом, как это важно, если бы мы знали глубину слова в этом стихе, что не изглажу имени его из книги, ее, его, из книги жизни, и исповедую, то есть буду говорить отцу об этом имени, сына или дочери, что он мой, вот на тланях моих, помоги, защити, вступись, имеющий ухода слышит, что Дух говорит церквен, и ангел в философийской церкви напишет, так говорит святой истинный, имеющий ключ Давида, который отверает, и никто не затвор и затворает, и никто не отворит, знает твои дела, я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее, ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего, вот, я сделаю то, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но суть не такови, а лгуть, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя, ибо как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя, от родины искушения, которое придет на вселенную, чтобы испытать живущих на земле, все городу скоро, держись, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего, это 10 стих Откровения 3 главы, говорит, и как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от родины искушения, не искать, в каком континенте земли можно укрыться от этого испытания, от этого искушения, я сохраню, если ты сохранил слово мое, это очень важно, давайте мы на этих словах склоним наши сердца и колени и скажем Господу правду, не был жажды читать слово Твое, молиться, а сегодня обращаюсь к тебе, обрати на нас свое лицо и помоги, без тебя мы не можем, а с тобой и все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе, аминь.